Хороший чек, хороший настрой. Хорошо потят, хорошо дерутся. У него руки левый боковой, то, что он любит бить. На улице вырос, 16 лет. У меня ноги тоже опасные. Тоже знаю все это. С Александром Милянниковым вот это бардак был. Когда мозги в ведро уронишь, их уже не достать бывает. Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Арсандо Циев. И сегодня мы поговорим с участником со главного боя турнира АМС Файтнайт 118 Артур Гусейнов. Артур, ассаламу алейкум. Алейксалам. Артур, как вообще принял бой на таком коротком уведомлении? И что знаешь о сопернике? Давид Бадархударян. Ну, знаю, что он ударник, с рук хорошо работает, что крепкий парень. Мы до этого с ним тоже общались и в прямом эфире. Я говорю, он говорит, когда-то может встретимся. Я говорю, проблем нету. Главное человек, какая разница с кем драться. Из-за этого такая ситуация, что вот и встретились. За полчаса принял бой. Я говорю, просто бегал в зале, тренировался. Мне позвонили. Между прочим, Камал. Потом написал, говорит, вот так, вот так. Давай, говорит, я вас напрямую сведу с менеджером Файтнайта. Я говорю, все, проблем нету. Все, они предложили, я согласился. Ну, сколько твоя подготовка была, ну, совершенной, с учетом того, ну, вот этого срока? Ну, я не скажу, что такая сумасшедшая подготовка была, потому что я никогда сумасшедше не готовился. Все всегда выезжал на опыте. И в этот раз тоже, да, все по воле Аллаха. Как думал, иншалай, если Аллах даст, выиграем, да. 38 лет кому-то что-то доказывать. Я не собираюсь, мужик. Когда в 2005-х годах я дрался, молодые даже под мышками не потели. Так что сейчас я делаю свою работу, зарабатываю деньги. И никого чем-то удивлять не собираюсь. Настрой хороший у меня, да. Хороший чек, хороший настрой. Хорошо платят, хорошо дерусь. Ты уже второй раз говоришь о чеке. Насколько он впечатляющий? Мне нравится, как Файтнайти платят, на самом деле. Семизначная эта сумма? Нет, эта сумма, мне она достаточно. Я не хочу сейчас говорить, какая сумма. Но эта сумма, которая на самом деле меня устраивает. Нормальная сумма. До двух миллионов. Вот так вот. До двух? Да, до двух миллионов. Артур, ты поздно приехал в Сочи. Немножко об этом, о состоянии, самочувствии и почему. Ну, это технические моменты. Перелеты, мерелеты. Это, ну, в принципе, бывает. Как и Шельменко, да, тоже так же у меня получилось. Сейчас кого-то винит, что кто-то билеты не взял или что-то еще. Это неправильно будет. Получилось за то, что если бы билеты взяли бы раньше, но не получилось. Все равно прилетел. Между прочим, брату говорю, хоть рука, нога там, оторвана будет. Я приеду, не подведу организацию. И я никогда... Много организаций, где я выручил. И за один день, и за шесть дней, и за три дня. Я во всех главных боях вечера, во всех, практически во всех организациях, которые в России я дрался. И, в принципе, Fight Night мне очень нравится тем, что у них, как бы, своя работа очень четкая. Каждый человек, который делает свою работу, без внимания не оставляет, одним словом, да. И мне это очень сильно нравится. Потому что есть договор, есть контракт, есть бои. Как бы, вот так. По моим источникам информации, вроде бы, ты должен был прилететь на два полного дня раньше. Ты попросил поменять билет, то ли по семейной причине. Да, это я попросил, врачу должен был попасть. И врачу не успевал. И брата попросил, чтобы он мне поменял. Вот поменяли, но, в принципе, не только я так опоздал, прилетел, да. Сейчас жаловался на то, что я восстановился или нет. Ну, если каждый за свои болячки будет рассказывать, то это же зрителям неинтересно. Короче, давай конкретный вопрос. Ты, ну, целенаправленно именно этот рейс хотел? Ты хотел приехать вот прям за ночь перед взвешиванием, правильно или нет? Нет, я не хотел так. Я думал, чем пораньше, тем получше, да, лучше, чтобы прилететь раньше сюда. А раньше у тебя же не получилось за день приехать. Ну, у меня не получилось, потому что я врачу должен был попасть. В принципе, врачу не успел попасть. Сейчас, насколько бодр, поспал ли нормально? Потому что, ну, маленький период прошел и после взвешивания. И сейчас такое чувство, как будто есть небольшая вялость, нет? Нет, чуть-чуть вялость есть, потому что не выспался нормально. Сейчас выспимся. Завтра, что, почти сутки у меня время есть. Завтра вечером, да, часам девяти где-то я буду драться. Еще время есть восстановиться. Покушаем хорошо. Так что... Окей, очень интересно такое, немножко режим Артура Гусейнова. Ты прилетел ночью, утром взвешивание. Что делал? Сразу начал тренироваться или... Нет, я пару часов, значит, полежал, уснуть уже не мог. И потом в два часа я пошел вес гонять. С двух где-то до пяти, до полпятого гонял вес, утро. Сколько надо было согнать? Трешку. Согнали ее. В принципе, без проблем нормально ушел все. Не бегал, ничего в парилке. Как бы вот так вот. На лайте, как говорится. Итак, что знаешь о сопернике? Давид Бархударян, его, наверное, такие... Не сильные, а, возможно, опасные стороны. Ну, опасные стороны, я же еще раз говорю, у него руки, да? Левый, боковой, то, что он любит бить. И она же тоже, как эта ситуация, когда ты стоишь, можешь пропустить. Когда ты двигаешься, когда ты сам тоже ударник бьешь, можешь сам попасть. Это же такая вещь тоже, как бы, непредсказуемая. Чужая банка у каждого есть. Для этого здесь сказать, что какая-то меня опасность, ну... Да, руки опасные, я не боксер. У меня ноги тоже опасные. Тоже знаю все это. Поработаем, посмотрим, да. Настрой у меня, в принципе, хороший на завтра. Артур, ну, на самом деле тебя очень любят. Тебя любят фанаты, очень любят смотреть твое интервью. Почему, по-твоему, вот в тебе есть какая-то такая изюминка, антураж, что ли, своеобразный? Почему, ну, ты цепляешь так вот зрителей? Ну, я, во-первых, всегда говорю, как есть. Не люблю, как говорится, маску на лицо одевать. Я люблю любому человеку, говорю, как она есть. Братный-то мой будет, кто бы ни был. Если человек в чем-то не прав, я всегда скажу. И когда смотрят мои эфиры, еще что-то, люди добавляются, общаются, пишут. Я там, как другие, в черный ящик не закидываю, там, просьбы какие-то, там. Или, брат, я не ожидал, что ты ответишь. Приятно бывает, потому что я сам на улице вырос 16 лет и уехал в Питер. Сам поднимался с помощью Аллаха, да. И, в принципе, всю свою дорогу, всю свою карьеру я с помощью Аллаха сам заработал, сам себя сделал. Как бы вот так. Ситуация, которая больше всего тебя накалила, Артур, в социальных сетях? Ну, разные же негодяи бывают. Ну, прям самое. Вот что-то в голову сто процентов пришло. Не, именно по плане меня или по плане, что кто-то написал. А давай идут и татура. Это интересно просто. Ну, такой ситуации у меня не было. У меня только с Александром Емельянниковым вот этот бардак был, да. И то он, пускай своей жизнью живет, потому что у него своя жизнь. Своя семья. В чем было негодование, так сказать? Ну, знаешь, когда мозги в ведро уронишь, их уже не достать бывает. До этого, когда за человека хорошо говоришь, его хвалишь. Кого-то долги отдавал, ребятам помогал. Из-за него все случилось, что команда распалывала просто. За то, что он запережел, что ему деньги и его гонорары дадут. Вот и все. Так что за нас ничего отдавать не нужно. Мы всегда сами все отдадим. И, в принципе, у нас никаких проблем нет с этим тоже. Так было так. Окей. Ну, этот бой против Давида Бархударяна, AMC Fight Night 118. Расскажи немножко о команде, кто помогал, кто был рядом. И вот этот личный настрой, насколько он мощный. У меня вот брат есть, который Рустам Алиев. Вот он как раз стоит там. Можно его позвать? Рустам. Мы его покажем. Да, мы идем. Это старший брат мой, Рустам Алиев. Это тренер в Буйнаске. У него 400 учеников, много чемпионов. Сейчас ближайший парень, который тоже, я думаю, в ЮСЕ попадет. У нас есть. Не хотим пока имя его говорить, а потом уже не дай его сглазим. Этот человек, который проиграл, выиграл, он всегда рядом со мной. Всегда говорит, брат, внимание не обращай, что кто-то что-то говорит. Я же говорю, что благодаря этому человеку, что он всегда рядом. Мне там 10 человек не нужно, которые рядом пришли, там покушали, убежали по своим делам. Он всегда рядом, никуда не уходит, всегда поддерживает. И всегда я с ним, он уже лет 15 со мной ездит. Рустам, с учетом того, что у Артура три последних крайних боя были неуспешны, вот его мотивация в этот раз, она как-то отличалась? Мотивация его не отличалась. Почему? Потому что он говорит, он делает. Для него нет там проигрыш, выигрыш. Самое главное, его характер, его семья, он сам. Он какой есть, он такой есть. Он не меняется, не изменяется. Также и людям, и семье, и друзьям, и всем братьям. Мотивация у него что может быть? Мотивация у него может быть в семье, родители и кто рядом поддерживает его жизнь. А если из интересного, Рустам, такое что-то необычное, связанное с Артуром, где он тебя прям удивил, так сказать? Артур удивляет на всех боях, удивляет на тренировках, удивляет. Он может сказать, не получается, но он сам этого даже не знает. Люди бывают, которые недооценивают себя со стороны даже функционалки, со стороны борьбы. Но он может удивить этим, и он удивляет. Он может, там, другие могут посмотреть на него, там, два раунда не потянут. Ну, я вот, как я знаю, да, я его знаю с детства, росли вместе, да. Человек, который, наверное, на тренировках, даже скажу, 15 раундов по 5 минут, он просто проезжается. И он этим удивляет. Ну, бывают моменты, да, где у него постоянно болезни. Это он, наверное, содержит семью, не только свою семью. Три-четыре семей, да, он, которые держит, содержит, кормит, одевает. Этим он удивляет. Он удивляет тренировками, он удивляет со всеми вот этими моментами. Если даже у него нет, он делает так, как будто у него есть. Вот как он и говорит, да, есть многие друзья, которые говорят, там, давай, Артур, приезжай, это сделаем, то сделаем. Но ни один человек не поставит стакан чая, да, как он говорит, это всегда так оно и есть. Это и есть факт. Он удивляет всем. Тренировками удивляет, друзьями удивляет, со всеми моментами удивляет. То, что нету, значит, у него есть оно жесть. Артур, завершение. Лично сам, а вот этой мотивации внутри давит ли на тебя, ну, вот эти крайние три поражения? Нет, почему? Я не считаю, что, в принципе, это поражение даже Шельмейку возьмем. Потому что 900 грамм, во-первых, я там виноват не был. Это перелет, мерелет, это все отразилось. Я только в час ночи заехал в гостиницу. Ну, сам понимаешь, да, пока отдохнешь, пока это 6,5 килограмм гонять, не шутка была. Из-за этого я никого винить тоже не хочу, никакую организацию. Просто получилось так, как она получилась, одним словом. Если мне кто-то вот так во втором раунде подошел бы, сказал бы, Артурчик, я тебе 5 миллионов даю, нокаутирую его, я руки сзади завязал бы, я его выиграл бы, 100%. Я говорю, что всегда меня чек радует, и все. Чеки, и все. Любой чек нормальный, и я газую. Спасибо, Артур. Желаем успехов на твоем пути и начинание. Спасибо. С нами был Артур Гусейнов. Подписывайтесь на наш канал. Все самое интересное из мира спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова